Товарищеский матч «Шахтёр-Солигорск» с новоиспечённой командой «Динамо Шинник» прошёл на ледовой арене спортивно-зрелищного комплекса «Солигорска». В составе «Шахтёра» на лёд вышли молодые игроки, воспитанники местной ДЁСШ, и для просмотра был приглашён ближайший резерв для основной команды из фарм-клуба «Ястребы». Игра завершилась победой горняков со счётом 6-2. Победа, да, но вопросов много. Были хорошие моменты, были не очень хорошие. Игра могла бы быть чуть-чуть где-то лучше, чисто качество, но, ещё раз говорю, команда, сегодня была команда очень молодая, поэтому, в принципе, по результату доволен. Задачи в «Шахтёре» всегда максимальные, поэтому я всегда это озвучивал, всегда говорил. Команда новая, наверное, процентов на 70, даже 80 где-то. Ребята есть молодые, ребята есть опытные, то есть обновились, новый коллектив строится. Будет интересно. Болельщики рассказали, что с нетерпением ждут старт кубка «Салея» и начало сезона, а также поделились впечатлениями от матча. Манды играли с настроением. Ну, растёт молодёжь. Будем надеяться, смена подрастающая, надёжная. Запомнился больше всего, мне кажется, Денис Белоусов, он забил вторую шайбу. Вообще молодец. Сегодняшний матч мне подарил очень яркие эмоции, много всего интересного было, много шайб очень. От этого сезона я ожидаю минимум в финале. Я очень довольна сегодняшним матчем. Пусть молодёжь продвигается, им тоже нужно играть, им тоже нужно повышать свою квалификацию. Удачи им. Стоит отметить, что с сезона 22-23 фарм-клуб команды «Шахтёр Солигорск» перебазируется на ледовую арену Пинска и сменит название на «Ястребы». Руководители солигорского шахтёра и пинских ястребов подписали договор о спортивном сотрудничестве, в рамках которого пинчане станут фарм-клубом горняков. В высшей лиге будет представлена команда, сформированная из игроков возрасте от 17 до 20 лет. Исполняющий обязанности директора солигорского шахтёра Егор Кушнеревич подчеркнул, что сотрудничество с пинскими ястребами – это возможность увеличить резерв игроков, которыми может располагать хоккейный клуб «Шахтёр», что значительно повысит общий уровень хоккеистов. «Очень много известных воспитанников у обеих школ. И из того же Пинска Климович, задрафтованный в НХЛ, показывал хороший сезон. Марк Ерут – это и Кирилл, они, в принципе, продукт двух школ – Пинска и Солигорска. Поэтому, можно сказать, мы и до этого тесно сотрудничали с Пинском, и сейчас мы вывели это сотрудничество на новый уровень, и теперь мы совместно идём к целям. «В костях команды – это 2002 год. Воспитанники Солигорска и Пинска выступают, по счёту мы видим, очень даже уверенней, чем команда МХЛ. Делаем скидку на то, что наши ребята чуть старше, но не будем забывать, что это именно продукт школы Солигорска и Пинска. То есть мы уже показываем определённый плод сотрудничества в данный момент». Хоккейная команда «Шахтёр Солигорск» в новом сезоне будет представлять собой сплав молодости и опыта. Так, в основной команде остались рекордсмен Александр Житких, который провёл более 1100 матчей в экстралиге, Михаил Стефанович – пятикратный чемпион Беларуси. Восьмой сезон за «Шахтёр» проведёт и хорошо знакомый с Олигорским болельщиком Роман Малиновский. «Мы видели, усилили легионерскую линию братьями Гимбатовыми. Магомед очень успешно выступал в Литебске в прошлом сезоне. Его родной брат играл в финале ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга. Тоже очень сильный, уверенный игрок. Я надеюсь, что они привнесут определённое движение, драйв в эту команду. Плюс у нас ещё находятся люди на просмотре. В данный момент в «Ростере» у нас около 30 человек. Ещё продолжаем формировать состав. Ещё ждём определённые варианты по усилению из России легионерами». Продолжение следует...